Бронемашины, истребители, вертолеты и другую военную технику увидели в деле жители Ставрополя. На площади Ленина состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2021», который демонстрирует все могущество нашей армии. Нет ничего важнее, наверное, в жизни, чем безопасность. Нет ничего важнее, наверное, чем в виде тех людей, которые обеспечивают нашу безопасность на дальних рубежах. Сегодня здесь, в Ставропольском крае, мы гордимся своей армией. Сегодня армия может опираться на свою страну, и слава богу, что так и есть. Новое вооружение, новые принципы боевых действий, новые подходы. А самый главный, мне кажется, подход, что сегодня демонстрирует российская армия, это вот эта, знаете, замечательная фраза «Страна и Родина единая». Армия, народ – это одно целое. Военная техника, современное оружие, отважные бойцы – все это, безусловно, впечатляет. Нет сомнений, что армия защитит нас от любого неприятеля. Мы все защитники Отечества сегодня принимаем участие в открытии форума. Это символично. Здесь представлена техника, вооружение, личный состав различных войск. Но нас объединяет одно – мы все дети нашей великой России. После приветственных слов начался вальс «Тигров». Так называют броневики «ГАЗ-2330». Эти огромные машины в буквальном смысле кружились в танце, после чего из них выпустили воздушные шары. Здесь же показали свою силу бойцы воздушно-десантных войск. Они традиционно разбивали о головы бутылки, уклонялись от огня, выстраивались в пирамиду. Об одного из десантников даже разбили 100-килограммовую бетонную плиту. Но самым впечатляющим для гостей фестиваля стал пролет военных самолетов и вертолетов над площадью. Мы приехали и сразу самолеты в небе, вертолеты прям. Ну вот это было интересно, будут ли еще они летать. Мне понравились истребители, когда они пролетали, и вертолеты. Дух захватывал, красиво, сильно. Гордость за такую страну, за такую армию. Даже взрослому интересно, а детей вообще прекрасно. Почаще бы делали так, пропагандировали. Армия – это наша жизнь, это наша сила. И сегодня мы с малышом пришли посмотреть военную технику. Мы не знали, что здесь будет такое замечательное шоу, выступление наших военнослужащих. Вы знаете, я испытываю какое-то чувство одушевления и чувство гордости, и патриотизма. После того, как жители и гости нашего города насладились программой, на сцене выступили местные артисты. На военную технику можно было посмотреть не только со стороны, но и вблизи. По периметру площади Ленина стояли различные грузовики, микроавтобусы, танки и другая военная техника. А тем, кто не успел насладиться программой сегодня, можно будет увидеть ее до 29 августа. Тематические концерты, выставка военной техники и показательные выступления пройдут также в парке «Патриот». Кристина Бородюк, Вячеслав Юшкевич, Родион Бунятов, АТВ Ставрополь.